Распечатываем посылку с очередным кремом. Крем от чего? Универсальный китайский крем. В лоте было три пачечки. Опять бумажечка на русском языке от того же самого производителя, что и первый крем. Два доллара скидка. Держите. Вот такой вот крем с лицензированной наклейкой. Проверяем сам клей, аннотация. Тут тоже что-то интересное написано. Проверяем крем. Крем у нас в упаковке 18,3 грамма. Но здесь написано, заявлено 15 грамм. Запечатанный. Вот так откручивается. Дерматит, нейродермит, острых хронические экземы, атопический дерматит, крапивница, поясывающий лишай, ног спортсмена, джок, зуд тела под пятно, цариаз, плохие ноги, ноги шелушения, волдыри, зуд ног, зуд половых органов, анальный зуд, экзема, геморрой, укусы насекомых, акне, потница, кожный зуд и различные другие, ежедневный уход за кожей. Проблемы с кожей? Зуд? Домашься нашим кремом, да? Ну, где-то какого-то. Срок годности два года. Ну что, попробуем? Открываем, откручиваем, срывается, тоже розовый такой, не желтый. Нет, он бежевый. Пробуем? Пробуем. Вот так видно. От него должна быть корка, да? А под коркой будет уже восстанавливаться. Но, в отличие от первого крема, он на одежде оставляет желтые следы. А первый крем покажи вот такой вот. Первый улучшает. Пахнет не совсем приятно. Ну, не воняет сильно. Какими-то старыми духами. Да? Красный Октябрь. Красная Москва. Ну, посмотрим. Все, закрывайте. Посмотрим, что выйдет из этого крема. Субтитры сделал DimaTorzok